Ты опять выходишь на связь, Мудива? Сучонок еб***й! Немножечко раньше, но Внезапно захотелось навести Лоском И вот он где-то Сейчас в недрах монтажного Стала Ивана Об этом, наверное, в следующий раз он тоже нам поведает и расскажет Ну, я решил, что немножечко стоит забить Отсутствующие Сколько? Три месяца, кажется Или типа того, плейлист подкаста Да и в целом Я почти ничего не делал Эти два месяца с такого прям интересного контента Были какие-то нарезочки Были какие-то шот Ну, там прям минимум меня, условно говоря, было Но тому была причина Вот, сейчас я вроде как могу уже полноценно взорчаться ко всякому движу Хотя, кстати, пока говорил, вспомнил Нет, я полноценно-таки поучаствовал в одном эпизоде Но об этом тоже чуть попозже скажу Вообще, я решил, что имеет смысл Имеет смысл делать вот такие Солевые включения Потому что, ну, когда ты делаешь подкаст полноценный С двумя моими товарищами, коллегами, собеседниками Это действительно занимает больше времени Там и монтаж, какие-то допилы и прочее, прочее, прочее А если брать еще и, скажем так, материальную сторону вопроса Шкурную, мразотную сторону вопроса То нужно сделать анкад-версию Где, ну, ничего не вырезается Соответственно, нужно сделать смонтированную версию Которая пойдет на площадки Где нет матюков, сисек и прочего Ну, сисек и так нет Да и неважно, короче, вы поняли Поэтому периодически будут вот так вот врубаться И должно быть все хорошо Потому что, как показывает практика Оказывается, оказывается Вот из разных источников приходят вести И новости о том, что контент востребован Поэтому тот чувак, который пришел в чатик моего канала тележного И написал, что, блин, искал что-нибудь про стрим Потому что, про стримы Потому что сам начинал стримить Прям приятно подогрел сердечек Потому что, объективно говоря, сложно как-то продвинуться, да Не имея представления ни малейшего о том, как это делать И, ну, начиная все буквально на коленке Особенно, когда перед глазами, например, уже сформируется Формировавшихся подкастов, да Комьюнити вокруг этих подкастов А так, вроде как, что-то нужное, может быть, порой Интересное и полезное будет из этих бесед нарождаться Но не в сольном формате, конечно Тут я просто буду во всяком разном корректе Подкаст наностримерский Маленький и не очень гордый Я прям долго-долго в голове прокручивал, что нужно постоянно отмечать тот факт, что как только подкаст начинается, нужно сразу оправдывать название, да Что вот такое стримерское рассказывать И как раз-таки немножечко появилась мысль на этот счет Ну и не только мысли, потому что, будучи наностримером, стараюсь Может быть, это не видно Стараюсь торгануть лицом, контентиком, чем-то еще И в последний раз я вписался в конкурс от Дзена Это не первый конкурс от Дзена, именно игрового направления Называется Game Run Суть конкурса заключается в том, что Все игровые контент-мейкеры Присутствующие на Дзене или только собирающиеся зарегистрировать Попадают в некий пул Где на основе количества набранных просмотров своего контента Ты попадаешь в некую таблицу В этой таблице есть браз уровня, да Там ученик, кто-то еще, кто-то еще И, соответственно, разные вознаграждения Естественно, все это затевается не ради вознаграждения Потому что я давно понял, что все вот эти конкурсы От наших площадок То есть вот я на ВАЗе как-то участвовал Где нужно было презентовать свой стрим И таким образом, если ты победишь Выиграть промоут от этого холдинга Да, там ВАЗ, Игромания, Канобу Хотя Канобу, судя по всему, чувствует себя не очень Судя по комментам, опять же, там постоянно Какие-то мне откроют новости Там ноль комментов, два коммента Ну, короче, грустная тема Ну вот, суть в том, что вот их должны были Эти самые ресурсы промоутить Много моих знакомых наностримеров Также с должным чанием подошли к этому всему Там на монтаж или на озвучили Подались, а в итоге выиграли Ну, выиграли там, может быть, и достойные чуваки Но среди финалистов были спорные чуваки Контентмейкеры Так или иначе, выиграли, не выиграли Где они сейчас неизвестны Это вот похожая ситуация была с ТНТ Когда они на Твич залетали Там тоже пыльки-конкурсы Поэтому в этот раз Зен тоже создавался без надежды На то, что я буду как-то Обрадован, удостоен Призами, титулами и прочим Просто хотел сторгануть контентом Ну, и как-то в лист попасть Может быть, хотя бы там Что-то люди такие О, что-то такое поклацаю И, забегая вперед Небольшой спойлер С точки зрения Гровинга аудитории Да, есть такой термин Он звучит своеобразно Но, тем не менее Вот, с точки зрения Гровинга аудитории На основной мой род деятельности Стримы непосредственно Это никак не повлияло Нет, ну, это на самом деле На многих социалчиках На многих сторонних ресурсах Происходит, что люди со стороннего контента Будь то шоц Будь то Дзен-канал Будь то, я не знаю Коубы Люди не приходят Вообще Там много интересного с Дзеном Я прям совсем уж не углублялся Но работают алгоритмы там интересные И вот спустя полтора или два месяца От создания канала Цифры Ну, чудноватые на самом деле Там что-то типа 10 фолловеров Подписчиками я все-таки не могу это называть Твич меня приучил К тому, что подписчики это платно А фолловеры это бесплатно Вот, там 10 фолловеров И самое интересное Я загрузил туда старые видосики Которые я делал эксклюзивно для Boost Ну, и потом мне на это уходили, конечно Эти видосы не собирали практически ничего Хотя мне давали советы Мол, сделай превьюшки классные Ну, такие говорящие Как вот, там, у одного ролика Ну, по ханкаю я делал ролик Как раз-таки Иван Который является моим эссо-кастером Он делал эту превьюшку Она такая простенькая Но говорящая И тот чувак говорит, мол Сделай такие же превьюшки В таком же стиле И будет бомбический Там, все Тебя с руками оторвут на дзене Контент будет везде Нет, так не было Я дважды переделывал превьюшки Причем просил двух, кажется, да Разных людей, которые это делали Сам пробовал Скачал даже фотошоп новый Ну, как, я просто написал фотошоп Купил, извини Нельзя, как, я сейчас Купил фотошоп новый Вот, потыкал, потыкал Какие-то базовые вещи там посоздавал Ну, блин, что раньше Году так в 14-м, 15-м, 16-м Что сейчас лично для меня Фотошоп интуитивнее не стал Поэтому, чуваки, если вдруг что Крайне рекомендую Освоите фотошоп Если вы делаете какой-то сторонний контент Это прямо очень важная тема Даже если они, вот, как у меня, да Они не сработали Это просто приятно будет Я вот открываю там, Ютуб Я тоже там превьюшки поменял Ты сможешь прям красиво Ты хочешь посмотреть, что там внутри Внутри, конечно, мой монтаж Как мы его называем Вот он в нашей небольшой тусовочке Монтаж карпентера Ну, потому что, блин, такие узнаваемые вещи А я просто делаю Попорно, скажем так То есть, там, склей Еще штуки, это все видно Таким образом себя успокаиваю Вот, поэтому научитесь Минимальным вещам в фотошопе Там даже есть какие-то видосики Вот мне тоже скидывали Сделать классную превьюшку За 10 минут Я, конечно, попробовал Погайду, у меня не получилось Но что-то я для себя усвоил Делаю эти превьюшечки Закину туда ролички И они почти ничего не собирают Никаких взаимодействий То есть, там есть показы Там есть просмотры Лайки Там тише да гладит благодать Интересно то, что Собирают цифры Хоть какие-то Внезапно тексты На Дзене Я всегда считал, что Текстовый контент Он умер С точки зрения Привлечения аудитории Потому что, ну Людям неудобно читать Не потому, что они там Не хотят, а деградировали Что еще А потому, что темп жизни Настолько Быстр и высок Что тебе проще шоц Посмотреть За минуту Там И все Лайк, не лайк И дальше Но нет, оказывается Есть спрос еще на тексты Как раз таки Еще один Мой товарищ и коллега У которого я уже Поучаствовал в подкасте Правда, в видеоверсии Кстати, тоже получилось неплохо Может быть, ссылочку Закину в описании Тоже гляньте Я ее особо не пиарил нигде Я репостнул разве что Себе в пабличках ВКонтакте Но в моем кругу людей ВКонтакте Как таковым Пользуются не так уж много людей А уж группа Где анонсы От основного Постятся тоже Не сам популярный Вот я туда репостнул Чтобы было Ну и все К чему я? К тому, что Товарищ и коллега Говорит, что Тремы синглплеер Игр Не особо Прилещают и прикалывают А вот что-то новое Попробуют Типа там Летсплея Или даже Текстовые рецензии Он подумывает об этом И удивительным образом В рамках Дзена По крайней мере Это реально работает Потому что Я писал рецензию Ну тоже для Бусти Там тоже по той же причине Той же по той же Господи Как же я хорош Как же я хорош По такой же причине Контент немножечко Застоялся на Бусти Там в основном были Киностримы Которые я смотрю Накидал туда немножечко Постов Одним из которых Была как раз Такая рецензия На Терминатор Резистанс Поскольку я не бог Весь какой Писатель Я просто изложил Свои мысли В общих чертах Без Вот этих вот Витьеватых Вражений Присущих В высокой литературе Просто вот Как я разговаривал Примерно так и написал Скриншотиков Накидал Вот закинул И на Бусти Вы немножечко почитали Там меньше народа смотрят И на Дзене Внезапно То ли он начал рекомендоваться То ли Бог его знает что Потому что Согласно описаниям И подсказкам Мой канал Будет рекомендоваться С 10 фолловеров У меня их На данный момент 9 Как я уже и говорил Поэтому Алгоритмы Дзена удивительные Вот кстати тоже В алгоритмах Как раз таки Иван Уж не знаю С моей подачи Не с моей подачи Возможно сам захотел Так совпало Он тоже решил закинуть Один из своих шотцев Которые были достаточно Популярны на Ютюбе И на пробу Он внезапно Открыл для себя И для меня заодно Закинул его в ТикТок Оказывается ТикТок можно в России Ввести Как-то Не знаю Какими способами Возможно он дальше Об этом расскажет В следующем подкасте Когда мы соберемся Наверное Я надеюсь Мы еще соберемся Мы пришли к мысли Что Если мы запишем 10 выпусков Подкаста Ну условно Один сезон То дальше пойдет Получше Пободрее И по Почаще Не знаю Вот И короче В рамках эксперимента Он залил в ТикТок Он залил на Дзен На Дзене Там какие-то Скромные Цифры А на ТикТоке Впечатляющие Там Не соврать бы Ну несколько тысяч Явно просмотров И взаимодействия То есть это лайки Это комменты Что-то еще Как говорится Выводы Делайте Сами И вот Пространный Я так ушел От Дзена Ушел я От Дзена Как колобок И Собственно Что 26 числа Я сегодня записываю 22 Через 4 дня Финал Этого конкурса С награждением В Москва-Сити Кстати Чуваки Прикиньте Вот Финал там И На данный момент Блин Даже не поленюсь У меня как обычно Профессионализмом Никогда не отличался Поэтому прям Во время записи Буду чекать Посмотрю На каком я месте Ну интересно же По просмотрам Самое печальное Что у кого-то есть канал С названием Game Run И При попытке Посмотреть Страницу конкурса Я туда не попадаю Я кстати Про таблицу Тоже Шкажу Отдельно Есть вопрос Я на 238 месте Из 500 Посерединке Застрял Но это никуда не попадает То есть Это никакой Из брасов Это не Ну вообще Ничего Один из многих Как вот канал на Твиче Да Попробуй себя там Как-то Продвинь Суть не в этом В чем цемес Глядя на табличку У меня в процессе Конкурса Возникло ряд вопросов Во-первых В некотором смысле Странновато Наверное Проводить конкурс Среди всех Аккаунтов Дзена Ну именно Игрового направления Я имею ввиду Потому что На Дзен Давно перекатились люди Делающие Игровый контент И Мне немножко странно Я уже потом До этого дошел Почему-то я когда Реглс Вот это вот все Думал Будет прикольно Поучаствовать Я об этом Не подумал Но Мне казалось И кажется Немножко странным Вот это вот Что Всех в одну кучу Скинули Потому что Очевидно Человеку У которого есть Галка Как это Верификации На Дзене У которого Есть уже Аудитория На Дзене Сформировавшаяся За эти Там год Полтора Я уж не помню Сколько направлений Игровое Яндекс Существует Как будет соревноваться Такой человек И вот условный Васян Типа меня Который пришел Только на конкурс Создал канал Начинает набирать Аудиторию И в принципе Даже по первым дням Это было прекрасно видно Потому что В топе Сперва Висели даже Знакомые Мне никнеймы То есть Также на стримеров Людей Которые Не так давно Ведут Дзен Но Пытаются его продвигать Наполняя контентом То есть Они сперва были верхушечкой А потом Они укатились Куда-то вниз И достаточно Сейчас посмотреть На цифры То есть У нас на первом месте Сейчас 668 тысяч Просмотров И я так понимаю Это всего контент И вот Еще раз Напомню Сколько у меня У меня 1924 Как должно было Происходить соревнование Я честно говоря Не понимаю Но это полбеды Потому что Вторая полбеды Заключается в том Что Основным Популярным Видом контента Игровым У нас в стране Являются танки Я заметил Это еще на Трова На вас не могу сказать Потому что вас Я слишком Шапочно Так Зацепил Но На Трова Это заметил На ВК-плее На котором я присутствую По сей день Я также это заметил И Дзен Не исключение В первых рядах Призеров Лидеров Геймрана Висят танкисты С нарезками Гайдами И всем таким прочим И блин Честно говоря Я ничего против танков Не имею Но Как же их много Вот реально Если будут Какие-то конкурсы Проводиться Хотел бы я сказать Внемлить Организаторы Но пока я не обладаю Достаточно медийностью Но тем не менее Блин Чуваки Ну вы отделяете Реально танкистов Типа там Не знаю Вот для них Отдельно Какие-то конкурсы Сами с собой Крутят Голду Три раз В полчаса Вот это все И прочее И вот остальной Игровой контент Где могут соревноваться Хотя бы Ну хоть на каких-то Равных условиях Люди Опять же Какое-то время назад Глядя на список Лидеров Геймрана Я обнаружил Что там висел Какой-то чувак Ну или не чувак Я не знаю Может быть команда Какая-то Которые вели Также канал на Дзене Где вообще Не было оригинального Контента Как я понял Там просто были нарезки Вот шоцы Которые перезалиты Скорее всего Хотя я не утверждаю Потому что скажут А клевеешь Наговариваешь И прочее Там были какие-то Странные видосики Типа Обзор на игру Про выдавливание Прыщей Там какие-то безумные цифры Просто как будто Ну люди массово Пошли смотреть И я бы понял Это на ютюбе Потому что ютюб Доступнее для детей Которым интересна Игра Про выдавливание Прыщей Но очевидно Человек Которому 20 плюс лет Не будет это смотреть В здравом уме По крайней мере Хотя опять же Кто знает Я настолько отстал От трендов И не слежу за ними Что возможно Что-то упускаю Но Дзен Мне кажется Это не самая доступная Для детишек Площадка Ну потому что Она фига Дзен слишком такой Своеобразный И вот совокупность Этих вещей Мне немножко Показалось странной Но опять же Может быть Я заинтересован Лицо И поэтому Вот так у меня Ну не пригорает Но какие-то Возмущения Всплывают Однако Однако Как бы там ни было Но Некий плюс Я извлек Из вот этого Всего движа В общем Победил я Или не победил Неважно Но Я таки Скорее всего Вероятнее всего С 95% Вероятностью Попаду таки На Ивент Живой От этого как раз Награждения Дзеновского И Это будет Первый опыт Мой Нахождения На таких Мероприятиях Да это конечно Не Громир Не Горопром Не Кри Это что-то более Локальное Местичковое И Все вот эти Синонимы того Что очень небольшое Но скромное Но тем не менее Это же Уникальный экспириенс Я Сперва Написал парочку людей Ну типа Че думаете Так сгоняй Че бы нет Нетворкинг Посветить лицом И все такое прочее И я такой Блин а почему бы и нет Я живу не так далеко от Москвы Поэтому пока что Такая возможность есть Не знаю как будет дальше Буквально там Три часа езды И вот я на месте Я не знаю Я постараюсь это выложить До того как я поеду На этот ивент Но потом обязательно Поделюсь ощущениями Не знаю На бусте Может быть В следующем подкасте Может быть где-то еще Может быть на дзене Кто знает Это интересно Потому что Прихожу к следующему выводу Он очевидный Он тоже достаточно заезженный Заезженный уровень Чтобы не получать урон Не получаете урон Ну если мы говорим об играх Но это Нетворкинг Нетворкинг Очень важная Нужная И клевая Тема Для Наностримера Потому что Благодаря нетворкингу За Ну я не буду говорить Что за все время Сколько я стримлю За 6 кажется лет Но за последние года 2-3 Когда я уже начал Плюс-минус активно Шариться по площадке Началось с ВАЗда ТРОВА В ЭКОПЛЕЙ Я познакомился С достаточно большим Количеством людей И что Самое интересное И в то же время Тоже логичное Большинство этих людей Проделывают примерно Такой же путь Они постоянно Вписываются в эти новые Площадки Новые конкурсы И все такое прочее И в какой-то момент Времени Когда ты вступаешь Допустим Не знаю В чате Как раз В ЭКОПЛЕЙ Ты видишь Знакомый никнейм И ты такой О, ну я дома Чуй Мы дома Это прикольно Это забавно И что самое интересное Чем чаще Ты с ним пересекаешься Тем больше У вас возникает Точек соприкосновения Из которых Может вырасти Не знаю Какой-то Контент Будь то Копный Стрим Калабный Как угодно Называйте Будь то Именно вот прям Контент Который Сторонник Потому что Как раз таки Я Такую вещь записал С товарищем Фэтфлейм Тоже подкастец Но Он уже не на моей совести Потому что Монтаж И прочее Оно на нем И блин Он реально Вытащил Все Что можно С точки зрения Качества Из происходящего И получился Очень даже неплохо Но я об этом уже говорил Ссылочка в описании Поэтому Нетворкинг Классная тема И я надеюсь Что на этом Ивенте Я расширю Как-то свой Нетворкингский Нетворковый Нетворкачий Клуб Не знаю Как это назвать В общем Количество людей Моих знакомых Повысится И это даст Мне путь К дальнейшему Развитию Какому-то То есть Я смогу Благодаря им Не благодаря им Просто По мотивам этого Что-то сделать И еще сильнее Экспансию Свою расширить На разные вещи Потому что Потому что хочется Блин Не стримами едиными Уже Многократно Было замечено Что игровые стримы Это прям Ну совсем такое Не особо нужное Хотя я продолжу Это делать Несомненно Как бы там не было В этом плане Я не хочу переключаться Хотя По ряду параметров Видно что Условно говоря Смотреть с тобой Видосики Людям интереснее Чем смотреть Некоторые игры Но мне в прикол Именно играть И вот Какое-то все Игровое делать Хотя подкасты В этом плане Подкасты Точнее да В этом плане Такое исключение Потому что в нем Я готов говорить Обо всем И много Вообще На фоне того Что игры Не особо популярные Люди Немножко теряются В том Что и как им делать Какие-то у них Упанические настроения Начинаются Мол а зачем Может быть не стоит Я не знаю Как мне быть Что делать В этом плане Наверное Тоже Как бы в прошлом Подкасте Это не было Упомянута Но тем не менее Делаешь что По кайфу Очевидно что Стать новым Ну я не знаю Новым ВЛГ Невозможно Сейчас да Потому что Многократно Мною было сказано И кем угодно Ниша уже Была занята Лет 5 тому назад Поэтому Даже в последний вагон Заскочить достаточно сложно Но Стать каким-то Вот таким Чуть более Высшим уровнем Над наностримерством В принципе Можно Какой-то маленький Коминуть Сколотить И Если все делать Так как тебе нравится Но именно делать Прилагать усилия А не ждать у моря погоды Потому что Как известно Стримеры Самые ленивые Создания зачастую И они очень желают Чтобы им все принесли На блюдечке За глубокоемничкой Потихонечку Делать свой контент Опять же При наличии у вас Свободного времени Не во вред Вашему основному Роду деятельности Типа там Работы Учебы И прочее Прочее Потому что Как ни странно В 2023 году До сих пор Есть случай Когда я уволился С работы Купил оборудование Ну кредит взял Хочу быть стримером А они все еще Имеют место быть Это странно Грустно И нелогично Так не надо делать Поэтому Я надеюсь Что-то произойдет Такое Что позволит Многим людям Воспрянуть дух Продолжить делать То что они делают Ведь стримерство Как таковое Это все-таки Интересный Пласт культуры Контента Как бы там ни было Несмотря на то Что это удел Небольшой кучки Сумасшедших Как мы С одним моим товарищем Обсуждали Рассуждали С наностримерской Частью Мы разобрались Название подкаста Оправдано Слово Собственно Надо Исключить Из Своего Словарного Запаса Но это Совсем Другая История Кто это? Это Наностримерский Подкаст А ладно Закончивая С наностримерской Частью Можно уже Наверное Перейти к тому Что плюс-минус Как раз таки Не нужно Геймерское Но я вот Взял себе За привычку Записывать Какие-то вещи Какие-то мысли Которые У меня в голове Крутятся Чтобы их Ну либо с кем-то Обсудить Либо как раз В формате Подкаста Запилить Обсудить С самим собой Ну и С мировым эфиром Я периодически Поигрывая во что-то Выписывал Какие-то свои мысли И Выписывал Парочку тем Именно Связанных С играми Потому что За время моего Скажем так Активного Отсутствия И уж тем более Явно видного Ну тем Немногим людям Которые подписаны На подкаст Отсутствие Этого самого Подкаста Вышли В Phantom Liberty DLC Долгожданный Новый контент Для Киберпанка С настойкой В три года Вышел Внезапно Новый сезон Пятого года Division 2 Игры Которые я очень Как ни странно Люблю Без фанатизма Конечно Не играю Но у меня Как обычно С литуршутерами Такая тема Что я Играю ради сюжета То есть я играю Ради сюжета В Destiny Я играю ради сюжета В Division Поэтому Даже если Я не играю Плотно в Division Потому что На какое-то время удалял Но там ничего не происходило Они долго В своих недрах Кузницах Французских Ковали Контент новый И наконец-то выпустили Вот Я решил Что пора Пора попробовать Еще Мне дополнительно Подогрел тот факт Что По заверениям Ubisoft В конце года Выйдет новое дополнение Для Division Ну платное Естественно Крупное какое-то решение Я решил Что пора вернуться Посмотреть Что происходит А происходит там странное Во-первых Они отошли От привычной формулы Ну как отошли Не то чтобы отошли Немножко поменяли Правила игры Раньше было как Выходит сезон У тебя есть Пять целей Которые Должны быть ликвидированы То есть Ты выполняешь Базовые задания на карте Захват контрольных точек Ну короче Захваты Ликвидации Крупных мобов Ликвидации Еще чего-то Доставки Короче Активность на карте Которые составляют С собой эндгейм Прохождение Миссий сюжетных Вот Все это в совокупности Приводит в конце Какой-то цели Ты убиваешь У тебя там парочка записок Которые немножко дают тебе Понимание Что происходит С точки зрения сюжета И Соответственно Дают доступ К следующей цели Таким образом Ты убиваешь 4 цели Слушаешь аудиодневники У них оказывается Какой-то главный босс Ты его убиваешь Все Сезон выполнен Вот тебе кусочек лора Здесь Примерно такая же Схема С поправкой на то Что в этом сезоне И в прошлом Нет Или в этом сезоне Да Два сезона прошло Уже два сезона Как ты не убиваешь Цели А спасаешь Потому что Ну для тех кто шарит За Дивижн 2 Не поймут Для тех кто нет Пишите в комменты Ликбез по лору Дивижн 2 В принципе Имеет место быть И я Насколько это возможно Могу Опять же Своими вот этими Косноязычными объяснениями Попробовать это сделать И объяснить что происходит Ну короче Что в том что Злодейская группировка Черный бивень Которая является Финальным противником Грубо говоря Финальной фракцией В Дивижн 2 Внезапно Начала не Убивать Бесчинствовать Воровать и прочее А захватывать Каких-то важных Для возрождения Жизни В пост Так сказать Ковидной Постэпидемийной Америки Людей Какие-то там Садоводы Огородники Знатоки Инженерных Коммуникаций Биологи Прочее 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 Вот почему-то Они начали их захватывать И я так понимаю Остаток года Пятого Дивижна Будем выяснять Что же там Такое-то Почему Черные Бивни Изменили тактику И решили внезапно Вербовать людей А не убивать их И при всем при этом Черные Бивни Оказывается По итогам Дополнения Варлордсов Нью-Йорк Они в итоге Связаны были С русской Женщиной Которой Принадлежит Концерну Создающей оружие И помимо всего прочего Оказывается Что именно Этот концерн И вероятнее всего Эта женщина Причастна к Найму Загадочных Личностей Как охотники Тоже Те кто играют в Дивижн Они наверняка знают Что там Кто это такие охотники Ну в плане того Что они встречались с ними Хорошо бученные Хорошо Загиренные Бойцы Непонятной природы Они не агенты Дивижена Они не ренегаты То есть люди Предавшие Дивижен Это просто Какая-то непонятная сила Которая Обладает Похожим Эквипом Но при этом Проследуют Какие-то свои цели И выяснилось Что Вот за всем этим сюжетом С тем что людей похищают Их нужно возвращать То есть опять Десятые Выяснилось Что нормальных мужчин В Дивижене Больше нет Потому что Все практически Сюжетные квесты Они завязаны на том Что Текущий Связной Скажем так Отряда Дивижен Он просто В непонятках Шастет туда-сюда Кряхтит Сопит И Всячески теряет Самобладание В то время как Женщины Это Голос Разуму И Видимо Последняя надежда На возрождение Человечества Хотя может быть Это недалеко от истины Глядя на некоторые события Но тем не менее Балом правят женщины Даже как раз таки Глава Вот этой организации Черный бивень Наталья Соколова Это тоже женщина И Я уж не знаю Может быть мне так показалось Я опять же Сразу оговорюсь У меня нет предрассудков Вот что там Засили какой-то Или типа того Я вполне спокойно К этому отношусь Но Мужики там вообще бесполезные Они вообще ничего не делают И вот женщины Типа Да соберись Да успокойся Да что ты Что ты тут Все И вот там Все это так идет 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 В какой-то момент Прослушивание аудиодневников И наблюдение того Что происходит в катсценах Которые кстати на движке Теперь игры И я понял Что Дивижн 2 В текущем виде С точки зрения сюжета Мне очень напоминает The Walking Dead Я к сожалению Не досмотрел сериал Я бросил его На восьмом Или на седьмом Сезоне Не помню Очень скучно Стало прям кошмар То есть там от Walking Dead Ни Волкин Ни Дэдов Не было Там просто какая-то Экспозиция бесконечная была По крайней мере там Где бросил И это все очень напоминает Там тоже были женщины Которые действительно сильные Которые решали все проблемы Пока мужики херней занимались И если в формате сериала Это еще как-то работало То в формате Дивижн Это немножечко странно Наверное так же странно Как и играть Дивижн Ради сюжета Но тем не менее Поэтому вот этого я момента не понял Жду развития событий Там очень Странный разброс целей По-моему То ли раз в месяц появляются Ну много я имею ввиду То ли раз в три месяца Ну короче как-то редко В общем я прошел Спасение одного из неписей Послушал что там мне сказали Бросил игру до следующего Могут 31 выходит Поэтому буду дальше держать В курсе Что там да как происходит В сюжете Дивижн Если вдруг вам интересно Что же происходит Дивижн И в целом Пишите где-нибудь В комментариях И второй Второй Игрой Которая меня прям затянула Завлекла Утянула на все деньги Это был Cyberpunk 2.0 Slash Phantom Liberty Потому что CD Projekt Совершили Ну не то чтобы невероятно Они совершили то Что должны были совершить Три года назад Они починили игру Они починили практически все базовые механики Сломав опять что-то там Потому что Они выпустили Phantom Liberty Сказали что все Поддержка завершена И вот опять же На данный момент Мы ждем второго патча Который исправит То что они сломали В очередной раз Но суть не в этом Cyberpunk 2.0 Это очень круто Они переработали Все системы Они переработали Нет ранинг Они переработали Систему брони То есть шмотки Теперь у нас без брони Ну кроме броников Что логично Они переработали имплант Они переработали перки Теперь там Не то чтобы нет бесполезных Но полезных стало больше Они добавили Какую-никакую живость Миру То есть там Погоники Периодически перестрелка То что вы видели Наверное в ранних Частях GTA Ну и в поздних тоже Где какая-то эмуляция Бандитской жизни Они это добавили Стало немножечко Подрее поживее И Phantom Liberty Абсолютно потрясающая сюжетка Которая По зверям некоторых людей Даже дает прикурить Ванильной компании Ванильным квестом И я не могу с ними не согласиться Порой прям хорошо было Это достаточно длинная компания Это очень хорошо Понимающая Что она хочет от себя Компания То есть это шпионский Такой боевик Триллер Где всего понемножку Где Есть достаточно Большое количество Разветвлений В пику тому Что было в ваниле Да Это знаменитый квест Который показывали На всех выставках И оказавшийся по сути Чуть ли не единственным квестом С таким большим набором Вариативности Вот они это учли В Phantom Liberty Действительно есть много Вариантов развития событий И несмотря на то Что это дополнение Здесь четыре по-моему Концовки именно сюжетных DLC И плюс одна Которая имеет прямое отношение К мейн квест Но я этого еще до конца не проверил Потому что Как и в случае с ванильным Киберпанком Я начал проходить Phantom Liberty на стриме И попутно Я начал новую Абсолютно свежую игру За другого персонажа Ну за другой оригин За стриткида И прохожу его для себя Ну вот для себя Я как раз таки прошел DLC На одну концовку Которая оказалась Ну достаточно реалистичной Но весьма Пессимистичной И вот на стриме Потихонечку Полномерно Как раз таки Часто уже время Подосвободилось Я подбираюсь К альтернативному Развитию событий Phantom Liberty За другого перса Который был Собственно говоря С самого начала Прокачан уже тут все Хотя как показывает практика Прокачка особо не помогла Потому что там все Посбрасывалось Все поменялось Десять раз И я просто делал Другие выборы И вот тоже интересно Проходить Так что Реиграбельность У Phantom Liberty Тоже на высоте Крайне рекомендую Поиграть И может даже купить Потому что я знаю Что на сторонних Скажем так Зеленых площадках Phantom Liberty Тоже есть И поэтому Не без интереса За всем этим Наблюдаю Самое интересное Они настолько Угорели По переработке Игры И добавлению Всякого разного Нового Что добавили Ну Грубо говоря Если без спойлеров Для DLC Они добавили Больше бэкграунда Квесту Про Пиралис Там есть Прям такие вещи Которые намекают Что же такое Добавили Некий предмет При использовании Которого Даже в контенте Ванилы Появляются Новые варианты Диалога Это тоже Стимулирует Тебя исследовать Перепроходить Наблюдать Все такое прочее За ванилой Еще раз Как минимум Пройти киберпанк Ввиду того Что Я так понимаю Самые громкие Релизы Все таки Отгремели Ну Я говорю С точки зрения Своего пикашного Нутра Потому что Есть консоли Где выхлычат Паук И прочее 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 Отгремели Практически Все крупные Релизы 23 года Дальше Остаются Какие-то Такие уже Нишевые Проекты На которых я много раз говорил И Еще наверное Не раз скажу Уже за рамками подкаста Самое время Вернуться во что-то Эдакое Олдовое Казалось бы Хорошо знакомое Но в то же время Починенное И наконец-то В полной мере Играбельное Так что Что называется Оставайтесь на линии А так в целом То ли погода Какая-то мерзка То ли что Вот последние дни Почти Вообще Ничего Не запускал Просто Чилировал И не смотрел Ничего толком Хотя Имеется Uncharted Начато И имеется Еще не Закончившийся Сезон В Destiny Хант Есть Который Тоже Я наверное Даже Постриблю Потому что Драпсы 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 Подкупают Как-то Замер В предвкушении Не знаю Чего Но Замер Да и Все наверное Мне кажется В качестве Коротенького Достаточно Включения Чтобы обозначить Что подкаст Жив О чем поговорить Тоже в принципе Пока еще есть Даже в таком Спонтанном Врыве Все это Накидал По-прежнему Стараюсь улучшать Качество Речи Качество Сторителлинга В соло-формате Все это Пытаюсь Импровить Ведется некая работа Потому что Чтобы и Новую кровь Скажем так Привлекать К контенту Может быть даже Получится Честно говоря Хотелось бы Посмотреть Что именно Из этого Получится Поэтому Несмотря на упаднические настроения В среде стриминга В той или иной мере Я все еще Этим горю Мне все еще Это интересно Надеюсь что Случайно зашедший Зритель Слушатель И человек Тоже найдет Что сказать Как-то отфидбэчить Потому что Я всегда говорил об этом Но блин Фидбэк это очень важно Фидбэк это очень нужно И фидбэк это очень Полезно Ну особенно Конструктивный Какой-то фидбэк Он позволяет Нащупать В достаточной мере Связь с аудиторией Направить Меня на путь Истинный Как будет Интереснее И удобовариме Все это подавать Не стесняйтесь Как я люблю Говорят Я такой же Как вы Ребята Что 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 переживаете Все свои Чего стесняться Правильно Правильно Как обычно Чекайте социалочки Бусточи Заглядывайте В чатик Тоже не стесняйтесь Там иногда бывает Забавно и весело Народ Достаточно разношерстно Собрался В авось Как-нибудь Найдем общий язык На ютубе тоже Если вдруг Вы смотрите Ну вернее Слушайте это на ютубе То Не стесняйтесь Поклацать что-нибудь в комментариях Я буду только за На дзен можете заглядывать Кстати тоже Я закину Наверное тоже ссылку Блин там Наверное целый набор Будет ссылок Под этим подкастом Но Почему бы и да Там иногда бывает Уникальный контент Честно говоря Прям совсем уж не горю У меня желание Могу вести Не в том плане Что у меня как-то напряжено Но я честно говоря Не знаю что туда выкладывать Но туда тоже что-нибудь будет Закидываться Поэтому На связи И Увидимся И услышимся На стримах Stay tuned Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok